Знаковое место – здание бывшей дачи обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос. Спустя 60 лет здесь целых 15 космонавтов. Губернатор Дмитрий Азаров встретился и обсудил перспективы сотрудничества с отрядом научно-исследовательского испытательного центра подготовки имени Гагарина. Уверен, что тысячи и тысячи мальчишек и девчонок, влюбившись в космос, придут и на наши предприятия славные, и, надеюсь, будут также пополнять и отряд космонавтов. Потому что космос, как предчувствие в известном фильме, он живет в душах самарцев. И сегодня, конечно, очень рад сообщать о том, что предприятие успешно развивается. Думаю, что ваш визит добавит, конечно, и вдохновение трудовому коллективу и всем смежным предприятиям. Дмитрий Азаров рассказал о сотрудничестве с Роскосмосом. Оно приобрело новый статус благодаря созданию научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который признан центром мирового уровня и объединяет сегодня шесть субъектов страны. Также показал покорителям космоса проект «Планетария», строительство которого стартует в Самаре в этом году. И предложил разработать в регионе сквозную программу подготовки кандидатов в отряд космонавтов, которая с этого года начинает более плотно знакомиться с научными технологиями, разработкой и созданием авиационной космической техники. Самара оказалась у нас пунктом первым в этом нашем плане реализации. Ну, во-первых, это земля для космоса исторически своя, не чуждая, абсолютно с такими корнями мощными. Во-вторых, мы четко понимали, что РКЦ «Прогресс», предприятие, которое у вас здесь находится, это, в общем-то, флагманы производства космической техники. А уж говоря о том, что они производят ракеты, на которых космонавты стартуют, но сам Бог велел нам, конечно, начать с этого предприятия. Космонавты познакомились также с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности Самарского университета имени Королева, побывали на экскурсии в военном учебном центре, где готовят кадры для эксплуатации авиационной техники. И в преддверии нового набора в отряд рассказали, как готовят кадры для полета в космос. Сегодня в центре подготовки около 30 космонавтов. Должны массы факторов сложиться, но первое требование для человека, который решил стать космонатом, конечно, его образование, причем техническое образование, его здоровье, это тоже очень важно. Это один из критериев. Если ты не здоров, то о профессии космонавта можно не думать. Это тяжело, конечно, ждать свой полет. Я, например, ждал 12 лет и 9 месяцев перед полетом. Кто-то у нас 14 лет ждал, кто-то 15 лет ждет. Ну, каждую свою. Сейчас немножко быстрее процесс идет. Ну, посмотрим, что дальше будет. Но в любом случае надо пытаться. Среди тех, кому уже довелось отправиться в космос, и Сергей Куть-Сверчков. Он вернулся с МКС прошлой весной. Наш корабль с Союзом С-17 стартовал с Байконура 14 октября 2020 года и приземлился в Казахстане уже после работы в космосе. Мы приземлились 17 апреля 2021. Таким образом, мы проработали на МКС 185 дней, выполнили множество экспериментов, сделали один выход в открытый космос. В Самаре российские космонавты встретились также со студентами, побывали в научных лабораториях, учебных подразделениях и в музеях. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.